И снова здравствуйте! Такой вот у нас версификатор по пятницам. Нам таки есть про что вам рассказать. Сегодня небольшой экскурс в политическую зоологию. В природе появились невиданные ранее существа – мизиантропы. Так вот, в обществе Homo sapiens появился новый биологический вид – внешне малоотличимый от человека. Мизиантроп – это явление редкое и обладающее целым набором специфических качеств, главный из которых – раздутое самомнение, вороватость и конъюнктурность. Ареал обитания мизиантропов всегда совпадает с областью проживания еще двух любопытных зоологических видов – вздорнопитеков, в этом виде доминирует особи женского пола, и гамбуркотальцев – это в основном самцы. Есть до конца неизученная гипотеза, что мизиантропы – это продукт скрещивания гамбурготальцев с вздорнопитеками. В пользу этой версии говорит тот факт, что гамбурготальцы охотно прислушиваются к советам мизиантропов и даже назначают самых отъявленных представителей этого вида своими советниками. Здесь следует заметить, что гамбурготальцы хоть и слывут хитрецами, но это хитрость на уровне первой сигнальной системы – быстрее хапнуть и скорее сожрать. В этом отношении мизиантропы стоят несколько выше на эволюционной лестнице. Они умудряются легко паразитировать на жадных и неразборчивых гамбурготальцев. То есть они дают или обещают дать гамбурготальцам совсем немножко хапнуть, и пока хапнувший гамбурготалец набивает утробу, мизиантроп присваивает остальное. Способы распознавания мизиантропов Мизиантроп, как правило, худ и болезненного вида. Шерсть в нижней части головы мизиантропа больше похожа на сильно отросшую щетину. Распознать наличие мизиантропа в окружающей среде можно по резкому и малоприятному запаху, который издают специальные железы, расположенные у мизиантропа во рту и на пальцах верхних конечностей. Как правило, это плохо пахнущее вещество мизиантроп откладывает в областях, где обитают вздорнопитеки. Испытывая неодолимую тягу ко всему вонючему, вздорнопитеки с удовольствием предоставляют мизиантропам территорию для отложений. Так места с особо острым мизиантропическим запахом – это почти всегда вотчина вздорнопитека. Зайдя на территорию вздорнопитека, мизиантроп начинает вместе со зловонием издавать громкие звуки. Этот звук напоминает одновременно рев сексуально возбужденного осла и крик любующегося своим хвостом павлина. Этими воплями мизиантроп дурачит окружающих, какой он сильный самец и как ловко он умеет расправляться со своими врагами. Но следует отметить, что мизиантроп относится к семейству падальщиков – детритофагов, и сам никому навредить не может. Мизиантропу хочется казаться серьезным хищником, но так как все сразу распознают в нем присмыкающиеся, мизиантроп в этом случае кричит и распространяет запахи еще и от обиды. Мизиантропов не стоит бояться, и достаточно их просто не нюхать. Кстати, если кому-то из-за воспаленного воображения показалось, что под мизиантропом я вывел Сергея Герасимовича Мизю, советника первого заместителя губернатора Омской области Юрия Гамбурга, а под гамбургодальцем самого Юрия Викторовича Гамбурга, а вот под вздорнопитеком я осмелился подразумевать светоча омской журналистики Марину Глебовну Вздорнову, так вот знайте, это совершенно не так. Эти почтенные люди не имеют ничего общего с описанными мною персонажами. Всего вам доброго. Увидимся на следующей неделе. Не хворайте. И вот еще. Если вдруг, по несчастному стечению обстоятельств, вдруг окажетесь рядом с мизиантропом, заткните нос и следите за собственными карманами.